Уважаемые депутаты и предложения. Проект решения Назаровского, здравствуйте, всех депутатов, про решение дюжетного права в 2018 году в Вангелии, подготовлено к соответствии с дюжетным областями СССР, основным направлением дюжетной царапии, налоговой политической предприятий на крае, основной работой дюжетного права в Азарова, в этом году в 2018 году в СССР, в основном сфере, а также соответствии с федеральностью, праведным дюжетным областям законодательства. Захотная часть дюжета сформирована в Азбекской с проектом закона края, проектом 3-го года в 2020 году в Азарова, основная параметра дюжета на 2020 году в СССР, в законодательстве в Азбеке, в 855 тысячи 400 рублей, а сходная часть Азбеке, в 855 тысячи 400 рублей, в дюжетном уровне. На 2018 год запланирован без дефицита бюджет, так как остатки средств, являющиеся источником потребителя бюджета города, на конец 2017 года не планируются. Основное направление бюджетной политики, это цель бюджетной политики на плановый период, является обеспечением устойчивости бюджета города, сложных экономических условий и, безусловно, исполнение принятых обязательств. Данная цель будет достигаться через решение следующих задач для снижения размера дефицита бюджета, в повышении эффективности бюджетных расходов, реализация задач поставленных в текаре в текаре традиции федерации. Немного об особенностях формирования доходной части бюджета. В структуре доходов предусматриваются налоговые и неналоговые доходы в сумме 342 миллиона 37 тысяч 900 рублей, что составляет 34% доходной части бюджета. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на плановый период составят соответственно 346 миллионов 781 тысяч 400 рублей на 2019 год или на 2020 год 356 миллионов 751 тысячи 55 рублей. Расчеты и обоснования суммы доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления до бюджета, аналитических материалов по исполнению бюджета, предоставленных главными администраторами дохода бюджета это федеральный орган и орудие государственной власти в соответствии с постановлением правительства на рынке рисуненных с video. Главными администраторами доходов бюджета это органы местного управления по полномочиями,各 руководств Sec. Бinnen Приопределение бюджетных назначений бюджета по отдельным доходным источникам решено следующее. Основным доходным источником В структуре налоговых и неналоговых подпочтений является налог на доходы физических бюджетов. Турголь составляет 54% и опланируется в сумме 185 276 680 рублей, что на 7,6% больше, а фирма доходов с отжидаемой оценки на 2017 год. Турголь налога на прибыль организации составляет 7% в обществе и составляет 23 млн. 350 млн. рублей. В сравнении с предыдущим годом прогнозируется поступление налога увеличением на 4%. В основу расчета налога на прибыль организации приняты исходные данные по отчетам, которые не испокрают. Турголь доходов от уплаты акцизов на нефть и продукты составляет 5% в сумме 17 млн. 487 500 рублей. Расчет прогноза поступления в бюджет произведен исходя из данных сумм с учетом размеров деференцированных на мотивопочислений в бюджетах муниципальном образовании края установленным проектом закона края. Толя налогов на самопутный доход составляет 6%. Предусмотренную сумму 19 млн. 3400 рублей. В общей сумме налоговых и налоговых доходов бюджета. То есть увеличение поставленной оценки составляет 10%. Доля налогов на имущество. Для налогов на имущество физически и предземельного налогов составляет 15%. Они предусмотрены в сумме 51 млн. 194 тысячи рублей. Рост по сравнению с ожидаемой оценкой 2017 года планируется по 2%. Доля дохода под использование муниципального имущества составляет 6% или 16 млн. 659 тысяч рублей. В том числе доходы от тачи в аренду бюджета 14 млн. 476 тысяч рублей. Аренды имущества 2 млн. 615 тысяч рублей. Их платежи от муниципального имущества 15 тысяч рублей. Прочие доходы для венопомещения 2 млн. 406 тысяч рублей. Сумма доходов учтена на основании данных главного администратора дохода бюджета. Это дел по собственности и физически. По нормативу отчисления 100% бюджетного имущества. Расчет платежей за пользование природными ресурсами произведен на основе оценки 2017 года с учетом порядка и сроком внесения платы норматива подчисления бюджета в сумме 4 млн. 986 тысяч рублей. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в сумме 4 млн. 100 по 4 млн. 100 тысяч рублей. Это в кончестве 2,5 млн. это продажа имущества в соответствии с планами пилотизации, которые мы возглавляем. И миллион 600 это продажа деменовых участков. Заходы от штрафных санкций предусмотрены на уровне оценки распределения 2017 года с учетом роста бюджетных средств и составит на 2018 год в сумме 4 млн. 273 тысяч рублей. Безвозмездное перечисление строевого федерального бюджета составляет 66%. И в своем выражении это 652 млн. 547 тысяч 500 рублей. В кончестве субсидии 536 млн. 696 тысяч рублей. Субсидии 5 млн. 46 тысяч рублей. В кончестве субсидии на выравнивание распределенности бюджета 2 млн. 989 тысяч рублей. Дотация других бюджетов в бюджетной системе 116 млн. 804 тысяч рублей. И всего финансовая поддержка сбалансирована с нашего бюджета и справового бюджета 119 млн. 794 тысяч рублей. Основные подходы по формированию расходной части бюджета. Также мы сформировали на основании рекомендаций Министерства финансового финансового края и сложенных подходов по формированию местных бюджетов. На основе базового объема расходов для 2017 года с учетом сохранение уровня прочих расходов предусмотрены базовых параметров на 2017 год. Расчетные расходы бюджета увеличены на принимаемые обязательства. Это обеспечение повышения уровня заработной платы работников в муниципальных учреждениях не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 2017 году. Обеспечение повышенной с 1 до 10 17 года заработной платы специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров. Обеспечение повышения на 10% с 2 до 10 17 года фондов оплаты для основного персонала бюджетов и музеев. Совершение дополнительного минимума в 2017 году в муниципальных единиц работников и делок-медийных в дежурную диспетчерку. Индексация расходов на оплату коммунального услуга на 480% с 1 до 10 18 года. Индексация расходов на привлечение продуктов питания на 30% с 2 до 10. Нет, в течение установления минимальных размеров сентября для муниципальных случаях в связи с объединениями, несуя на таком, как муниципальных правилах. Индексация сформирована на основе 14 муниципальных программ, которые были ранее все расположены. Веду. В проектке бюджета по регламентарному 2018 году в период 2019-2020 года соблюден принцип сбалансированности бюджета, установленный в статье 33 бюджетного кодекса. Объем, предусмотренный бюджетом расходов, соответствует суммарному объему доходов и поступлению источников финансирования дефицита бюджета. Прогноз объема собственных доходов бюджета и объема межбюджетных трансфертов соответствует предусмотренным объемам законам Красноярского края, проектам закона Красноярского края о краевом бюджете на 18-й и плановый период 2019-2020 года. В соответствии с положениями статьи 179 бюджетного кодекса проект бюджета на 18-й год и плановый период сформирован в программной структуре расходов на основе 14 муниципальных программах. Соблюдены ограничения по предельному размеру дефицита бюджета, установлены статьей 92.1 бюджетного кодекса. На 2018-й год дефицит бюджета 0, на 2019-й 31 млн 949 тысяч 100 рублей или 9,3 от объема доходов без учета безвозмездных поступлений. На 2020-й год дефицит составляет 35 млн 244 тысячи 630 рублей или 9,9 процентов. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 бюджетного кодекса проекта в решении о бюджете в составе расходов предусмотрены условно утверждаемые расходы. На первый год планового периода не менее 2,5 процента от общего объема расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов. На 2019-й год это будет сумма 11 млн 894 тысячи. А на второй год планового периода не менее 5 процентов. Это сумма 24 млн 439 тысяч 180 рублей. В соответствии с статьей 187 бюджетного кодекса установлен верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета на 1 января 2019 года в сумме 55 млн. Проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями действующего документации бюджетного кодекса и в положение о бюджетном процессе бюджета составлено. В следующий год будет достигаться в том числе, я цитирую из ваших бумаг, снижением размера дефицита бюджета. У нас и будет этот бюджет, и его не будет. И для чего мы показываем норм, учитывая практику дорожек краевого бюджета, которую сегодня обсуждали в законодательном собрании, учитывая, что у нас в образовании сегодня не хватает денег. Почему мы не ставим? Как я сказала уже, источником погашения дефицита бюджета источником подпределения дефицита для остатки средств. То есть, наконец года мы не предполагаем, что у нас останутся какие-то остатки средств. Мы хотели бы потратить больше в этом году профинансировать текущие расходы, что у нас кредитовская задолженность осталась меньше, чтобы она не пошла у нас на следующий год. Если у нас какие-то остатки останутся в пути средства, помимо того, что бюджет закончится на рабочие дни, у нас останется там несколько дней, и возможно будет куда доходы поступать, мы будем заканивать в первом квартале 2018 года. Снижение размера дефицита мы же планируем трех лет в следующем отчетном периоде.